Глава 3 Майкл жил в солидном белокаменном особняке, прятавшемся в глубине парка, поодаль от дороги. При первом взгляде на это добротное массивное сооружение поражало воображение крыша. Ее скаты под самыми невероятными углами сходились в затейливые геометрические конструкции, увенчанные стеклянным куполом. К особняку вела тенистая дубовая аллея. Она пересекала широкий газон и углублялась в парк, разбитый в строгом классическом стиле. Во всем царила симметрия. Пышные клумбы пестрели не по сезону яркими цветами. Осенью такие цветы можно вырастить только в оранжереях. Ричард решил, что садовники высадили их на клумбы специально в честь торжественного события. По парку неспешно прохаживались элегантно одетые гости. Ричард остро ощутил собственную неуместность. Он явился на праздник прямо из леса, в походной одежде, весь ободранной и перепачканной. Но времени зайти домой и привести себя в порядок уже не оставалось. Впрочем, Ричарда мало беспокоило мнение окружающих. Слишком тяжело было у него на душе, чтобы заботиться об условностях. Глупости это. Есть проблемы поважнее. Кэлен, облаченная в изысканное белое платье, нисколько не выделялась на фоне гостей. Никому даже в голову прийти не могло, что эта элегантная дама только что проделала долгий путь и пережила немало опасностей. Ричарду вспомнилась смертельная схватка на тупой горе. Он удивился, столько крови пролилось, а на белоснежном одеянии его спутницы не осталось ни единого пятнышка. Кэлен обратила внимание, насколько обеспокоили Ричарда ее слова о границе, и она тактично избегала разговоров на эту тему. Ричарду требовалось время, чтобы осознать и обдумать услышанное. А пока что она с живым интересом расспрашивала нового друга о Вестландии, о здешних обычаях, о людях и, конечно, о нем самом. Ричард рассказал, что живет один в маленьком домике вдали от города, что ему частенько приходится сопровождать путников через оленей лес. «У тебя дома есть очаг?» – поинтересовалась она. – Да. – И ты разводишь огонь? – Конечно! Всякий раз, когда готовлю еду. А что? – удивился Ричард. Она пожала плечами и отвела глаза. – Так, ничего. Просто мне давно не доводилось сидеть у огня. Вот и все. После сегодняшних приключений Ричард чувствовал себя измотанным. Вот уже несколько недель его не отпускала боль утраты, но беседа с Кэлен приносила радость. Не беда, если она временами напускает на себя таинственность. Все равно… «Ваше приглашение!» – окликнуло его кто-то сзади хриплым басом. «Приглашение?» Ричард обернулся, желая увидеть того, кто задает ему подобные вопросы, и наткнулся на озорной взгляд Чейза. Ричард радостно ухмыльнулся и крепко пожал руку старому приятелю. Высокий, широкоплечий, с пышной копной светло-русых волос, Чейз, хотя и был ровесником отца Ричарда, выглядел моложе своих лет. Легкая седина у висков не старила, а только придавала особое обаяние его внешности. По случаю торжества он даже не поленился побриться, что делал нечасто. Из-под густых, кустистых бровей внимательно смотрели карие глаза. За долгие годы службы у стража границы выработалась привычка постоянно обшаривать взглядом окрестности, не изменявшая ему даже при разговоре, из-за чего у собеседника могло сложиться впечатление, будто слушатель он невнимательный. И напрасно! От слуха Чейза, равно как и от взора, не ускользало ничто. Ричард знал, что при всей кажущейся тяжеловесности его друг мог в случае необходимости проявлять чудеса ловкости и проворства. Ремень Чейза с одного бока украшала пара кинжалов, а с другого булава с шестью острыми лезвиями. Короткий меч, арбалет и колчан, полный боевых стрел с остальными зазубренными наконечниками, довершали экипировку. — Похоже, ты собрался с боем прорываться к пиршественному столу? — съехидничал Ричард, слегка приподняв бровь. Чейз нахмурился. — Я здесь не в гостях. Он взглянул на Кэлен. Ричард ощутил неловкость. Он взял девушку под руку и подвел к Чейзу. В отличие от своего спутника, она чувствовала себя вполне непринужденно. — Познакомься, Чейз. Это Кэлен. Она мой друг. Ричард улыбнулся. — А это Дэл Брэндстон. Все зовут его Чейзом. Мы знакомы много лет. С ним нам ничто не грозит. Он повернулся к Чейзу. — Ты тоже можешь доверять ей. Кэлен подняла взгляд на Чейза, кивнула и приветливо улыбнулась. Страж границы ответил дружеским кивком. Он безоговорочно полагался на рекомендации Ричарда. Чейз скользнул взглядом по толпе, проверяя, не вызывает ли их троица повышенного интереса у кого-нибудь из гостей. Предосторожности ради он предложил перебраться с залитых солнцем ступеней в более укромное место, подальше от любопытных глаз. — Твой брат вызвал всех стражей границы. Он замолчал, обводя взглядом окрестности. — В качестве личной охраны. — Что? Да это же полная бессмыслица. Ричард не верил собственным ушам. В его распоряжении вся армия и охрана порядка. Зачем вызывать еще и стражей границы? Чейз положил ладонь на рукоять кинжала. — Действительно? — Зачем? На его лице не отражалось никаких эмоций. Он давно научился владеть собой. — Возможно, мы нужны ему для пущей помпезности. Стражей границы в городе побаиваются. С тех пор, как убили твоего отца, ты все бродишь по лесам. Не хочу сказать, что на твоем месте повел бы себя иначе. Я говорю это только к тому, что ты давно не появлялся в городе. А тут творятся странные вещи. Каждую ночь к твоему брату тайком приходят какие-то типы. Майкл называет их обеспокоенными гражданами. Несет всякую чушь о заговорах против законного правительства. Понаставил стражей на каждом углу. Ричард оглянулся, но никого из стражей не увидел. Он знал, что это еще ничего не значит. Если страж границы пожелает остаться незамеченным, он может стоять у тебя на ноге, а ты его не увидишь. Чейз забарабанил пальцами по рукояти кинжала. Поверь на слово, моих ребят здесь нет. Ладно. А почему ты думаешь, что Майкл не прав? Майкл. Ведь убили же отца первого советника. Взгляд Чейза выразил явное сомнение в умственной полноценности друга. Я здесь каждого подонка знаю. Нет, никакого заговора. Будь это правдой, здесь, может, началась бы потеха. Только боюсь, что сейчас я выступаю в роли придворного пугала. Майкл велел мне постоянно держаться на виду. Взгляд Чейза сделался жестким. А что касается убийства твоего отца, мы прошли с Джорджем Сайфером долгий путь, когда тебя еще в помине не было. Задолго до того, как возникли границы. Он был хорошим человеком. Я гордился его дружбой. В глазах Чейза вспыхнул гнев. Я выкрутил немало рук, беседуя со всяким сбродом. Он переступил с ноги на ногу, привычно скользнул взглядом по сторонам и повернулся к Ричарду. Черты его лица исказила ярость. Как следует выкрутил. Можешь мне поверить, этим подонкам пришлось очень несладко. Если бы они хоть что-то знали, они бы и отца родного заложили, лишь бы поскорее закончить нашу приятную беседу. Нет, Ричард, все напрасно. Никто ничего не знает. Со мной такого еще не случалось. Я вышел на охоту и не смог взять след. Запаха не чую. Чейз сложил руки на груди и оглядел Ричарда с головы до пят. В глазах его мелькнула усмешка. Кстати, о подонках. Что с тобой стряслось? Ты как две капли воды похож на любого из моих подопечных. Ричард быстро обменялся взглядом со своей спутницей и посмотрел на Чейза. Мы были наверху в охотничьем лесу. Он перешел на шепот. На нас напала четверка бандитов. Чейз удивленно приподнял бровь. Неужели кто-нибудь из моих приятелей? Ричард отрицательно покачал головой. Чейз нахмурился. Куда же они делись после встречи с вами? Ты знаешь тропу мимо Тупой горы? Разумеется. Они там, внизу, на скалах. Нам пришлось с ними потолковать. Чейз развел руками и недоуменно уставился на Кэлена Ричарда. Схожу, гляну. Его брови сошлись у переносицы. Как вам это удалось? Ричард снова переглянулся с Кэлен. Думаю, нас защитили добрые духи. Страж границы не пытался скрыть недоверие. Ладно, пусть так. Только не советую рассказывать эту байку Майклу. Боюсь, он в добрых духов не верит. Чейз долго и внимательно смотрел на них. Если хотите, можете остановиться у меня. Там вас никто не осмелится тронуть. Ричард был бы рад принять приглашение друга, но подумал о детях Чейза. Ни к чему навлекать на них опасность. Спорить не хотелось, поэтому он благодарно кивнул и заговорил о другом. Пожалуй, нам пора. Майкл наверняка обратил внимание, что меня до сих пор нет. Погоди, остановил его Чейз. Тебя разыскивал Зет. Ты ему зачем-то срочно понадобился. Он здорово обеспокоен. Говорит, это очень важно. Ричард взглянул на небо и опять увидел облако, напоминавшее змею. Мне тоже не мешало бы с ним поговорить. Он было направился к дому, но Чейз еще не закончил. Ричард взгляд друга прожигал юношу насквозь. Скажи-ка, а что это ты потерял в Верхнем Охотничьем лесу? То же, что и ты. Я пытался вынюхать след, спокойно ответил Ричард. Взгляд Чейза смягчился. В нем появилась обычная насмешливость. И как? Учуял? Ричард кивнул и показал ужаленную руку. Оно кусачее. Распрощавшись с Чейзом, Ричард и Кэлен влились в общий поток приглашенных и через парадный вход направились по мраморной лестнице в роскошный приемный зал. Ричарда всегда больше привлекала теплота дерева, но брат утверждал, что построить деревянный дом дело нехитрое, – на это способен любой голодранец. А вот для того, чтобы возвести здание из мрамора, требуется труд десятков, если не сотен бездельников, довольствующихся деревянными хижинами. Ричард помнил времена, когда жива была мама. А они возились с братом в пыли и возводили целые города и надежные крепости из палок. Тогда Майкл помогал ему. Как бы ему хотелось, чтобы и сейчас он мог рассчитывать на помощь брата. Редкие знакомые из числа гостей приветствовали Ричарда пустой натянутой улыбкой или торопливым пожатием руки. Кэлен была чужестранкой, поэтому Ричарда не слишком удивляла спокойная уверенность, с которой та держалась в светском обществе. Ему даже приходило в голову, что его новая знакомая принадлежит к знатному роду. Наемные убийцы за простолюдинами не охотятся. Ричард заметил, как трудно ему улыбаться старым знакомым. Если слухи о чудовищах, появляющихся из-за границы, подтвердятся, Вестландии угрожают многие опасности. Жители приграничных селений уже не рискуют по ночам выходить из домов. Поговаривают, будто в последнее время возле границы стали находить обглоданные человеческие останки. До сих пор он полагал, что эти люди умерли своей смертью, а уж потом тела их стали добычей диких зверей. Такое случалось и раньше, и ничего пугающего он здесь не находил. Ему возражали, что на сей раз речь идет не о диких зверях, а о чудовищах, спускающихся с неба. Он только посмеивался над подобными суевериями. До сегодняшнего дня. Ричарда охватило чувство одиночества. Вокруг веселилась праздная светская публика, а он был смущен и подавлен и ничего не мог с собой поделать. К кому обратиться за советом? Разве что к Кэлен? Она одновременно и притягивала Ричарда, и страшила его. Стоило вспомнить схватку на тупой горе, и сразу неприятный холодок поднимался откуда-то со дна души. Ему хотелось уйти отсюда и увезти с собой Кэлен. Может, Зедд знает, что делать? В те времена, когда границы еще не существовало, Зедд жил в Срединных землях. Старик мало кому об этом рассказывал. Ричарда мучило непонятное предчувствие, почти уверенность, что все происходящее у границы имеет какое-то отношение к убийству отца. А смерть отца, в свою очередь, каким-то образом связана с его собственной тайной. Тайной, которую отец доверил только ему. Ему одному и никому больше. Кэлен положила ладонь ему на руку. Извини, я не знала о твоем отце. Мне очень жаль. Страшные события дня ненадолго заслонили мысли об отце, но разговор с Чейзом вновь разбередил рану. Ричард слегка пожал плечами. Спасибо. Он подождал, пока мимо них прошествовала очередная гостья, разряженная в дорогие синие шелка, украшенные белым кружевом. Ричард намеренно опустил глаза, желая избежать светских улыбок и пустых разговоров. Это случилось три недели назад. Он в скупых словах поведал Кэлен о тех страшных событиях. Ее глаза светили сочувствием. Мне очень жаль, Ричард. Может, тебе лучше побыть одному? Он с трудом выдавил улыбку. Нет, нет, все в порядке. Я достаточно времени провел в одиночестве. Когда рядом друг, с которым можно поговорить, это только помогает. Кэлен ответила едва заметной улыбкой, и они стали продвигаться дальше сквозь толпу приглашенных. Ричард гадал, куда мог деться брат. Странно, что его до сих пор не видно. У него совсем пропал аппетит, но он помнил, что Кэлен уже два дня ничего не ела. При этом она взирала на столы, уставленные с недью, с таким равнодушием, что Ричард восхитился ее завидным самообладанием. До него донеслись соблазнительные запахи деликатесов, и Ричард понял, что и сам не прочь подкрепиться. Проголодалась? Тихонько спросил он. Очень. Он подвел ее к длинному столу, ломившемуся от яств. Чего там только не было. Дымящееся жаркое, горячая картошка, копченая рыба, цыплята, индейка, всевозможные салаты, овощные, мясные и луковые супы, ломти хлеба, сыр, пироги, свежие фрукты, пирожные, разнообразные вина, эль. Вокруг стола проворно основали слуги, мгновенно наполняя пустеющие блюда. Кэлен с интересом оглядела девушек-служанок. Я вижу, кое-кто из прислуги носит длинные волосы. — У вас это не запрещено? — Нет, — удивился Ричард, — у нас каждый волен выбирать себе прическу по вкусу. — Вот, посмотри. И он незаметно указал на оживленно беседующих нарядных дам. — Это советницы. Видишь? У одних длинные волосы, у других покороче. Кому как нравится. Он глянул на Кэлен. — А тебе велят стричь волосы? Ее брови взметнулись, вилят. Никто не имеет права даже просить меня об этом. Просто на моей родине длина волос строго регламентируется положением в обществе. — Стало быть, ты очень знатная особа! — он смягчил вопрос шутливой улыбкой. — Если, конечно, судить по твоим прекрасным волосам. Она невесело улыбнулась. Кое-кто так считает. Неудивительно, что ты подумал об этом после утренних событий. Мы можем быть только тем, кем являемся на самом деле. Не больше, но и не меньше. — Ладно, если я спросил, о чем не следует, можешь просто дать мне пинка. Знакомая полуулыбка осветила ее лицо. Совсем такая, как тогда, на горе, улыбка сообщницы. Ричард усмехнулся. Он повернулся к столу и отыскал любимое лакомство — свиные ребрышки под острым соусом. Положил на белую тарелку и протянул Кэлен. — Сперва попробуй вот это. Не пожалеешь! Кэлен держала тарелку в вытянутой руке и подозрительно разглядывала ее содержимое. — Из чего это приготовлено? — Из свинины, — удивленно ответил Ричард. — Ну, знаешь, из мяса поросят. Попробуй, не бойся. Честное слово, ничего вкуснее ты здесь не найдешь. Она успокоилась, поднесла тарелку поближе и принялась за еду. Сам он умял больше полдюжины ребрышек, с неослабевающим аппетитом принимаясь за каждый следующий кусок. Покончив с ребрышками, Ричард положил на тарелки несколько колбасок. — А теперь попробуй вот это. К Кэлен вернулась былая подозрительность. — Из чего их готовят? — Свинина, луговядина, всякие специи, уж не знаю точно какие. А что, ты не ешь чего-то определенного? — Так, неважно, — уклончиво ответила она, принимаясь за колбаску. — Могу я попросить немного пряного супа? — Конечно! Он налил суп в тонкую белую чашку с золотым ободком и протянул Кэлен в обмен на пустую тарелку. Отхлебнув глоток, девушка радостно заулыбалась. — Как здорово! Совсем как тот, что я готовила дома. Не думаю, чтобы наши страны сильно отличались друг от друга. Ричард воспрянул духом. Пока его подруга допивала бульон, он соорудил бутерброд с кусочками цыпленка и протянул ей, забрав опустевшую чашку. Кэлен взяла бутерброд, откусила кусочек и направилась в другой конец зала. Ричард поспешил за ней, время от времени отвечая на приветствие. Знакомые бросали удивленные взгляды на его неподобающую грязную одежду. Кэлен остановилась у мраморной колонны и повернулась к Ричарду. — Будь так добр. Принеси мне кусочек сыра. — С удовольствием. — Какой ты предпочитаешь? — На твое усмотрение. Она медленно обводила взглядом собравшихся. Ричард стал пробиваться сквозь толпу к столу с угощением. Он выбрал два ломтика сыра, один из которых с удовольствием съел по пути к Кэлен. Девушка взяла протянутый кусочек, но есть не стала. Пальцы ее разжались, и сыр упал на пол. — Что-нибудь не так? — Ненавижу сыр, — отстраненно проговорила Кэлен, напряженно всматриваясь в противоположный конец зала. — А зачем же ты просила его принести? — насупился Ричард. В его голосе появились нотки раздражения. — Продолжай смотреть на меня, — сказала Кэлен. — Позади тебя, в том конце зала, стоят двое мужчин. Они следили за нами. Мне хотелось выяснить, кто именно их интересует, ты или я. Когда ты пошел за сыром, они стали наблюдать за тобой, не обращая на меня ровно никакого внимания. За тобой следят. Ричард обнял ее за плечи и плавно развернул, желая незаметно разглядеть тех двоих. Он скользнул взглядом поверх голов к дальнему концу зала. — Ничего страшного. Это люди Майкла. Они меня знают. Наверное, ломают голову. Откуда я мог явиться в таком непотребном виде? Он заглянул ей в глаза и заговорил в полголоса. — Все в порядке, Кэлен. Расслабься. Твои преследователи мертвы. Тебе ничего не угрожает. Она покачала головой. Дальше будет хуже. — Не следовало мне оставаться с тобой. Не хочу навлекать на тебя беду. Ты и так уже рискнул жизнью ради меня. Ты мой друг. — Никакой квот тебя больше не выследит. Это невозможно. Ведь ты в Хартленде. Ричард говорил с полной уверенностью. Он достаточно знал о слежке, чтобы отвечать за свои слова. Кэлен кончиком пальца поддела ворот его рубашки и потянула на себя. Зеленые глаза полыхнули гневом. Когда я уходила из Срединных земель, хрипло прошептала она, еле цедя слова. Пятеро волшебников наложили на мои следы сильнейшие чары. Никто не должен был знать, куда я пошла. Никто не мог пойти следом. Когда я ушла, все пятеро убили себя, чтобы никто не заставил их выдать тайну. Кэлен стиснула зубы. На глазах у нее выступили слезы. По телу пробежала судорога. Волшебники! Ричард остолбенел. Оправившись от потрясения, он мягко разжал пальцы, вцепившиеся в воротник, взял ее руку в ладони и тихо сказал. Прости меня. Ричард, я боюсь. Я смертельно напугана. Она задрожала. Не будь тебя, ты даже представить себе не можешь, что бы они со мной сделали. Смерть показалась бы мне лучшим исходом. Ох, Ричард, ты ничего о них не знаешь. Ты не знаешь, что это за люди. Она покачала головой, вся во власти кошмара. У Ричарда мурашки побежали по коже. Он отвел ее за колонну подальше от любопытных глаз. Прости меня. Я не знал. Я ничего не понимаю. Тебе, по крайней мере, хоть что-то известно, а я блуждаю в потемках. Мне тоже страшно. Сегодня на горе. Никогда в жизни так не боялся. Не так уж много я сделал для нашего спасения. Ее слабость придавала ему мужество. Необходимо было успокоить и ободрить ее. Ты сделал достаточно, чтобы переломить ситуацию. Она с трудом произносила слова. Достаточно, чтобы спасти нас. Ты говоришь, что твоя заслуга невелика? Это неважно. Если бы не ты... Одно то, что я пришла сюда вместе с тобой, уже может навлечь на тебя несчастье. Я не хочу этого, Ричард. Этого не случится. Он еще крепче сжал ее руку. У меня есть друг. Его зовут Зед. Может быть, он научит нас, как поступить, чтобы ты оказалась в безопасности? Он слывет чудаком. Но я не встречал никого умнее и находчивей. Если кто и знает, что делать, так это Зед. Ты боишься, что они везде отыщут тебя. Значит, бежать некуда и незачем. Позволят вести тебя к Зеду. Как только Майкл закончит выступление, мы пойдем ко мне. Отдохнем, посидим у огня, а утром отправимся к Зеду. Зеду. Он вдруг улыбнулся и кивнул на окно. Посмотри. Она обернулась и за высоким стрельчатым окном увидела Чейза. Страж границы оглянулся, заговорщицки подмигнул и, ухмыльнувшись, продолжил осматривать окрестности. Чейзу Квот показался бы просто забавой. Он еще рассказал бы тебе пару баек, пока разбирался с ними. Мы его предупредили, и теперь он позаботится о нашей безопасности. Ее лицо озарилось мимолетной улыбкой и сразу вновь погрустнело. Это еще не все. Я не сомневалась, что стоит мне добраться до Вестландии, как я окажусь в полной безопасности. Так должно было быть. Ричард, мне удалось пересечь границу только с помощью магии. Ее всю трясло, но уверенность друга понемногу вселяла в нее надежду. Не знаю, как прошли эти люди. Это невозможно. Они даже не должны были знать, что я покинула Срединные земли. Значит, по каким-то причинам правила изменились. «Теперь можно ждать чего угодно. Завтра попробуем разобраться. А сейчас тебе ничего не грозит. Следующему к воду потребуется несколько дней, чтобы добраться до Вестландии. Ведь так? Значит, у нас пока есть время. Что-нибудь придумаем». Она кивнула. «Спасибо тебе, Ричард Сайфер. Спасибо, друг. Ричард Сайфер». «Только знай, если я почувствую, что могу навлечь на тебя беду, я уйду, не дожидаясь, пока с тобой что-нибудь случится». Она отняла руку и смахнула слезы. «Я не наелась. Давай возьмем еще чего-нибудь. Можно?» «Разумеется!» улыбнулся Ричард. «А чего бы ты хотела?» «Немного твоего любимого лакомства». Они вернулись к столу и принялись за еду в ожидании Майкла. Ричарду стало чуть полегче. Несмотря на все кошмары, о которых поведала Кэлен, он теперь хоть что-то знал. Кроме того, ему удалось немного успокоить дело. Он найдет решение, он выяснит, что творится с границей. Пусть ответ окажется страшным, пугающим. Он должен его знать. По толпе пронесся ропот, и все взоры обратились в дальний конец зала на долгожданного виновника торжества. Ричард взял Кэлен за руку и стал протискиваться сквозь толпу, пробираясь поближе к брату. Майкл вступил на трибуну, и Ричард понял причину его задержки. Брат дожидался момента, когда солнечные лучи озарят помост. Майкл предстал восхищенным взором, весь окутанный сиянием. Его густая шевелюра вспыхнула в лучах солнца, словно нимб. Майкл был невысокого роста, грузный и обрюзгший не по годам. Над верхней губой красовались усики. По случаю торжества он облачился в белый, свободного кроя костюм, перехваченный золотым поясом. Застывший неподвижно на возвышении в потоке солнечного света, Майкл, подобно изваянию из дорогого мрамора, излучал призрачное ледяное сияние. В эту минуту он походил на барельеф, высеченный в темной глыбе. Ричард поднял руку, пытаясь привлечь его внимание. Майкл заметил брата, улыбнулся и перевел взгляд на публику. — Дамы и господа, сегодня я вступаю в должность первого советника Вестландии. Зал наполнился приветственными воплями. Майкл какое-то время стоял неподвижно, а затем резко поднял руку, призывая к тишине. Он выждал, пока замер последний возглас. Советники всей Вестландии удостоили меня высокой чести, избрав своим главой в наши тяжелые дни. Они сделали это, ибо знают, что я обладаю мужеством и дальновидностью, необходимыми, чтобы ввести нас всех, нашу родную Вестландию в новую эпоху. Мы слишком долго жили с оглядкой на темное прошлое. Мы озирались назад, вместо того, чтобы отважно смотреть в будущее. Мы слишком долго гонялись за призраками ушедших времен и оставались глухи к велениям времени. Мы слишком долго прислушивались к речам тех, кто охотно втянул бы нас в кровопролитие и не обращали внимания на слова людей, мечтавших повести нас дорогой мира. Толпа пришла в неистовство. Ричард недоумевал. О чем это он? Какая война? Кто из вестландцев хочет втянуть их в кровопролитие? Майкл снова поднял руку. На сей раз он не стал дожидаться тишины. «Я не могу спокойно смотреть на то, как предатели вергают родную Вестландию в мрачную пучину бед». Лицо Майкла побагровело. «Толпа взревела, потрясаю кулаками, и принялась скандировать его имя». Ричард с Келлен удивленно переглянулись. «Обеспокоенные граждане предложили Отечеству свои услуги. Они сделали все, чтобы выявить жалких трусов, предающих родину. В эти минуты, когда мы объединяем сердца во имя общей цели, стражи границы охраняют наш покой, а армия героически вылавливает заговорщиков, плетущих грязные интриги против законно избранного правительства. Среди гостей пронесся ропот. Ричард был оглушен. Неужели правда? Тайный заговор? Брат никогда не добился бы столь высокого положения, не зная он всего, что творится в стране. Люди, облеченные высокими полномочиями. Теперь понятно, почему Чейз ничего не знает. Майкл застыл в колонне солнечного света. Ропот начал стихать. Когда он снова заговорил, в голосе появились теплые нотки. Но все страшное позади. Сегодня мы смело смотрим в будущее. Я родился и прожил жизнь здесь, в Хартленде, в тени границы. И это тоже стало одной из причин, почему именно меня избрали на столь ответственный пост. Тень границы омрачала наше существование. Но времена меняются. Новая заря восходит над миром. Утренний свет гонит прочь тени мрака. И мы начинаем понимать, что все страхи — лишь плод нашего воображения. Голос Майкла окреп. Мы должны предвидеть, что настанет день, когда граница исчезнет, ибо ничто не вечно. И когда это свершится, мы должны протянуть соседям руку дружбы. Мир, а не меч, как кое-кому очень хотелось бы. Меч ведет лишь к ужасам войны, к ненужным жертвам. Вправе ли мы растрачивать богатство страны на подготовку к сражению с братским народом? С народом, с которым нас насильственно разлучили на долгие годы? С людьми, многие из которых имеют с нами общих предков? Неужели мы должны готовиться к битве с братьями и сестрами? Почему? Только из-за того, что не знаем их? Какое расточительство! Посмотрите по сторонам! Вокруг нас хватает бедствий, истинных бедствий, и на их преодоление требуются немалые средства. Помолчав, он продолжил. Когда настанет день, не знаю, доживем ли мы, но он настанет, мы с радостью примем в объятия братьев и сестер. Перед нами встанет великая задача – воссоединить не две страны, а все три. Ибо в должное время исчезнет не только граница, разделяющая Вестландию и Срединные земли, но и другая – между Срединными землями и Дхарой. И тогда все три страны сольются воедино. Пока бьется сердце, мы не вправе терять надежду в ожидании того дня, когда сможем разделить радость воссоединения с братскими народами. Радость эта начинается здесь и сейчас. Сегодня. Вот почему я сделал все, дабы остановить предателей. Они мечтали ввергнуть отчизну в пучину раздора лишь потому, что в один великий день все границы исчезнут. Мои слова не означают полного отказа от армии. Кто знает, с какими реальными угрозами мы можем столкнуться на пути к миру. Но мы твердо знаем, что нет никакой необходимости выдумывать мифические опасности. Майкл махнул вытянутой рукой поверх голов. Будущее – это мы. Мы, собравшиеся сейчас в этом зале. Советники Вестландии, на вас возложена обязанность нести по всей стране слово правды. Донести до всех людей доброй воли наше послание мира. Они увидят правду в ваших сердцах. Я прошу вас помочь мне. Я хочу, чтобы наши дети и внуки смогли вкусить от плодов того, что мы сеем. Я призываю вас смело идти дорогой мира вперед к светлому будущему. Настанет время, когда грядущие поколения будут вспоминать нас с благодарностью. Майкл склонил голову и прижал руки к груди. Солнечный свет по-прежнему потоками заливал его фигуру. Слушатели растроганно молчали. У мужчин на глазах появились слезы. Женщины тихонько всхлипывали. Взоры собравшихся были прикованы к первому советнику, застывшему как изваяние. Речь брата поразила Ричарда. Майкл никогда еще не говорил так убежденно и красноречиво. Должно быть, в его словах содержится глубокий смысл. В конце концов, он, Ричард, стоит сейчас рядом с гостьей и срединных земель, которая уже стала его другом. Но как же те четверо, что пытались убить их? Нет, подумал он, все было совсем не так. Убить хотели ее, он просто оказался у них на пути. Ему ведь предложили уйти по-хорошему, но он сам решил остаться и драться с ними. Он всегда боялся тех из-за границы. А теперь вот подружился с одной из них. Именно об этом и говорил Майкл. Он увидел брата в новом свете. Слова Майкла необычайно растрогали всех собравшихся. Он призывал к миру и дружбе с другими народами. Что в этом плохого? Только вот почему ему так не по себе? А теперь я хочу поговорить о другом, продолжил Майкл, об истинных страданиях, которые окружают нас. Пока наши мысли занимали мнимые опасности, связанные с границей, вокруг нас страдали и гибли родные, друзья и соседи. Гибли бессмысленно, трагически, в пламени пожара. Да-да, вы не ослышались, я говорю о несчастных случаях, происшедших от неосторожного обращения с огнем. Гости начали недоуменно переглядываться и перешептываться. Майкл потерял контакт с публикой, но, судя по всему, он того и ждал. Он переводил взгляд с одного слушателя на другого, только усиливая замешательство. Затем драматически выбросил руку с угазующим перстом. Перст указывал на Ричарда. «Вот!» – воскликнул он. Все, как один, воззрелись на Ричарда. На него смотрели сотни глаз. «Вот он, мой возлюбленный брат!» Ричарду очень захотелось испариться или провалиться сквозь землю. «Мой возлюбленный брат, который долгие годы несет со мной, он ударил себя кулаком в грудь, горечь утраты. Пожар отнял у нас мать в те годы, когда мы были еще детьми. Мы росли без материнской любви и заботы. У нас отнял мать не мифический недруг из-за границы, а реальный враг! Огонь! Нас некому было утешить, когда мы болели, когда плакали долгими ночами!» По щекам Майкла покатились слезы, эффектно блестевшие в солнечных лучах. «Я не хотел!» – всхлипнул он. Простите меня, друзья!» Он вынул из кармана большой носовой платок и промокнул слезы. Только сегодня я услышал еще об одном пожаре, который унес жизни молодой супружеской пары. Их маленькая дочурка осталась сиротой. Острая боль пробудилась в моей душе, и я не смог промолчать. Майклу удалось изменить настроение собравшихся. Толпа сочувственно внимала каждому его слову. Никто не пытался сдержать слез, а какая-то дама обняла Ричарда за плечи и принялась нашептывать ему слова утешения. Ричард потерял дар речи. «Думаю, многие здесь присутствующих прячут в сердцах боль, подобную той, что мы с любимым братом пронесли через всю жизнь. Я обращаюсь с просьбой к людям, потерявшим друзей и любимых, в пламени пожара. Поднимите руки!» Несколько одиноких рук взметнулось вверх. В толпе раздались причитания. «Видите, друзья?» – хрипло спросил Майкл, простирая руки к аудитории. – Страдания здесь, среди нас. Зачем далеко ходить? Страдания в этом зале! На Ричарда нахлынули воспоминания. К горлу подступил комок. Он вновь увидел все, что произошло в тот страшный вечер. К отцу пришел один из покупателей, считавший себя одураченным. В полугнева он сшиб стоявшую на столе лампу. Дети спали в соседней комнате. Пока гость дрался с отцом, вытащив его во двор, мать вынесла детишек из горящего дома, а потом побежала обратно. Никто так и не узнал, зачем. Ей не удалось вырваться из пламени пожара. Ее крики отрезвили дравшихся, и отец, и его гость пытались спасти несчастную, но тщетно. Когда до виновника дошло, что он натворил, он бросился бежать, плача и завывая. Отец сотни раз повторял детям – смотрите, что случается, когда человек теряет голову. Майкл на это только пожимал плечами. Ричарду слова отца запали в душу. С тех пор он страшился дать волю гневу, не позволял ему вырваться наружу. Брат неправ. Мать убил не огонь. Ее убил гнев. Майкл горестно опустил руки и склонил голову. Он заговорил тихо и проникновенно. Что мы можем сделать? Как защитить наши семьи от этого врага? Он печально покачал головой. Не знаю, друзья. Но я уже приступил к формированию комиссии по проблемам пожаров и настоятельно прошу заинтересованных граждан обращаться с предложениями. Двери моего дома всегда открыты для вас. Вместе мы справимся с любой задачей. А сейчас, друзья, прошу меня простить. Мне надо утешить брата. Боюсь, публичный рассказ о семейной трагедии расстроил его. Я должен принести брату извинения. Майкл соскочил с трибуны. Гости расступились, освобождая проход. Некоторые благоговейно протягивали руки, желая прикоснуться хотя бы к краю одежды нового кумира. Майкл не обращал на них внимания. Ричард негодующе смотрел на шагавшего к нему брата. Толпа разошлась. Рядом с ним осталась только Кэлен. Она легонько коснулась пальцами его руки. Гости направились к праздничному столу и принялись возбужденно обсуждать услышанное. О Ричарде все забыли. Он стоял неподвижно, пытаясь справиться с нарастающим гневом. Майкл подошел к брату со слепительной улыбкой и хлопнул его по плечу. «Великая речь!» — радостно объявил он. «А ты как считаешь?» Ричард изучал орнамент, выложенный на полу из разноцветного мрамора. «Для чего ты приплел ее смерть? Зачем надо было всем и каждому это рассказывать? Ты спекулировал на нашем горе!» «О, я так и думал, что тебя это расстроит!» Майкл обнял брата за плечи. «Мне очень жаль, но так надо!» Ты видел слезы у них на глазах? Все, что я делаю, направлено только к общему благу. Я хочу, чтобы Вестландия заняла достойное положение. Я верю в свои слова. Мы должны без страха смотреть в будущее. С волнением, но без страха. А что ты имел в виду, говоря о границах? Времена меняются, Ричард. Мне приходится предвидеть события. Улыбка сошла с его лица. Вот и все. Границы не вечны. Не думаю, чтобы их создали навсегда. Мы должны быть готовы к исчезновению границ. Ричард сменил тему. Тебе удалось что-нибудь выяснить относительно отца? Как твои сыщики? Что они раскопали? Когда ты наконец станешь взрослым, Ричард, Майкл снял руку с плеча брата. Джордж не поумнел даже на старости лет. Так и остался дураком. Вечно тащил в дом всякую всячину, не задумываясь о том, кому она принадлежит. Должно быть, владелец очередной безделушки оказался человеком вспыльчивым, с дурным характером и длинным ножом. Неправда. Ты сам знаешь, что это неправда. В эту секунду Ричард ненавидел брата. Интонация, с которой тот произнес имя отца, резала слух. Грязные намеки ранили душу. За всю свою жизнь он ни разу не позволил себе взять то, что ему не принадлежало. Отец не был вором. Если ты забрал что-то оставшееся после смерти другого человека, это еще не делает тебя законным владельцем. Могли найтись люди, которые захотели получить вещь обратно. Откуда ты все это знаешь, набросился на него Ричард? Что ты выяснил? Ничего. Я исхожу из общих соображений. Дом был разворочен, там явно что-то искали. Найти не смогли, а Джордж отказался ответить, где он это прячет. Его убили. Вот и все. Сыщики не обнаружили никаких следов. Скорее всего, мы никогда не узнаем имени убийцы. Майкл раздраженно посмотрел на брата. Будет лучше, если ты смиришься с этим фактом. Ричард вздохнул. Слова Майкла не были лишены смысла. Кто-то что-то искал. Не следует злиться на брата, если тот не смог найти убийцу. Он пытался. Интересно, как злодеи ухитрились не оставить следов? Прости, Майкл. Возможно, ты прав. Вдруг его осенило. Послушай, это никак не связано с заговором. Что, если эти люди подбираются к тебе? О, нет-нет-нет-нет, отмахнулся Майкл. Никакой связи. Мы выяснили. Обо мне не беспокойся. Я в безопасности. Ричард молча кивнул. Послушай, братишка, как ты мог явиться сюда в таком виде? С досадой спросил Майкл. Неужели трудно было привести себя в порядок? Майкл. Я пригласил тебя загодя. Не успел он ответить, как в разговор вступила Кэлен. Ричард совсем забыл, что она все еще стоит рядом. Простите, пожалуйста, вашего брата. Не его вина, что он не успел переодеться. Он должен был провести меня в Хартленд, а я опоздала. Не лишайте его из-за меня вашего расположения. Майкл медленно окинул ее взглядом. А вы кто? Она гордо выпрямилась. Я Кэлен Амнелл. Майкл слегка наклонил голову и едва заметно улыбнулся. Значит, я ошибся, решив, что вы хорошая знакомая брата. Издалека пришли. Из одного небольшого селения. Оно далеко от Хартленда. Уверена, что название вам ничего не скажет. Майкл не стал настаивать на ответе. Он повернулся к брату. Останешься ночевать? Нет, я должен повидать Зедда. Он искал меня. Майкл нахмурился. Тебе следовало бы поискать друзей поприличнее, чем эта деревенщина. Общение с Зеддом ничем хорошим для тебя не кончится. Он обратился к Кэлен. Вы, дорогая моя, будете сегодня ночью моей гостьей. У меня другие планы, уклончиво ответила девушка. Майкл растопылил руки и грубо привлек ее к себе. Измените их! Его улыбка источала леденящий холод. «Уберите руки!» – жестко сказала Кэлен. В ее голосе затаилась угроза. Она спокойно смотрела Майклу прямо в глаза. Ричард оцепенел. Он не понимал, что творится. Майкл, прекрати! Майкл и Кэлен молча смотрели друг на друга в упор, не обращая на Ричарда никакого внимания. Напряжение нарастало. Ричард почувствовал полную беспомощность. Он понимал, что ни тот, ни другая не желают его вмешательства, но не видел возможности дальше играть роль стороннего наблюдателя. «Вы такая чувственная!» – прошептал Майкл. «Пожалуй, я мог бы в вас влюбиться. Вы не представляете, чем рискуете, – холодно ответила она. – Сию же минуту уберите руки!» Майкл не подчинился, и тогда Кэлен неспешно надавила острым ногтем ему на грудь. Продолжая смотреть Майклу прямо в глаза, она медленно, слишком медленно, силой провела ногтем вниз, раздирая ему кожу. На груди первого советника выступила кровь. Секунду он стоял неподвижно, потом, не в состоянии больше терпеть боль, резко разжал объятия и отпрянул. Кэлен, не поворачиваясь, пошла прочь. Ричард бросился ей вдогонку, на прощание одарив брата свирепым взглядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова